Мы регулярно едим, прикасаемся и дышим миллиардами вирусных частиц ежедневно. Сегодня и сейчас вы, вероятно, вдыхаете некоторые вирусы в зависимости от того, что вы делаете. Если вы что-то едите, вы также едите и вирусы. Мы просто не можем избежать их. Еще более удивительно то, что мы несем вирусные геномы как часть нашего генетического материала. Примерно на 8 процентов мы состоим из вирусов. Количество вирусов на планете ошеломляющее. Давайте просто рассмотрим количество вирусов, которые заражают бактерии. Они называются бактериофагами. В водах мирового океана насчитывается до 10 в 30 степени бактериофагов. Это огромное число, больше чем число авогадра. Давайте попробуем привести это число в форму, которая может быть легче понята. Фаговая частица весит около 10 в минус 15 степени грамм. Это число называется фемтограмм. Таким образом, если мы умножим ее вес на 10 в 30 степени, что составляет число бактериофагов на Земле более чем в тысячу раз. И это те вирусы, которые мы даже не можем видеть. Но на планете их так много, что они весят в тысячу раз больше, чем все слоны. Давайте посмотрим на это по-другому. Скажем, мы возьмем эти 10 в 30 степени бактериофагов и выстроим их друг за другом по прямой линии. Эта линия фагов растянется на сотни миллионов световых лет. Это расстояние дальше, чем до ближайшей галактики в космосе. Опять же, это частицы, которые вы даже не видите. Но суть в том, что их так много и они имеют огромный вес и могут растягиваться на большие расстояния, если их выстроить в ряд. Важно понимать, что вирусы это не просто распространители плохих новостей, как большинство людей на планете думают, когда они слышат слово вирус, что речь идет об инфекции или болезни. Но нужно понимать, что вирусы в основном не так уж и плохи, а даже полезны. Например, в литре прибрежной морской воды больше вирусов, чем людей на Земле. Еще один интересный факт заключается в том, что сегодня мы находимся в середине пандемии, вызванной ВИЧ, вирусом иммунодефицита человека, возбудителем СПИДа. Прямо сейчас мы знаем, что в настоящий момент на планете насчитывается около 10 в 16 степени геномов ВИЧ. Это число не такое, конечно большое, как здесь в 30 степени, но оно все же достаточно велико. Это значит, что среди этих 10 в 16 степени геномов уже есть геномы, устойчивые ко всем противовирусным препаратам, которые мы имеем сегодня. У нас имеется более 30 различных противовирусных препаратов для лечения инфекции ВИЧ, но на каждой из них у вирусов уже есть резистентность. Что еще более удивительно, так это то, что на любое новое противовирусное средство, которое мы когда-либо разрабатываем, у вируса уже существует резистентность. Вот так велико 10 в 16 степени. Каждый из нас заражен по крайней мере дюжиной вирусов в любой момент времени. Возможно и больше, но все заражены всегда и этого не избежать. У нас есть по крайней мере дюжина вирусов герпеса, это большой ДНК содержащий вирус. Мы приобретаем эти инфекции, когда мы совсем молоды и сохраняем их на всю жизнь. Вирусы простого герпеса, ветряная оспа, цитомигаловирус, вирусы Эпштейна-Бара и целый ряд других вирусов герпеса, все они заражают нас и остаются с нами навсегда. Как только мы заразились, это навсегда. Предполагается, что некоторые из этих вирусов могут быть полезны для нас. Это правда, что время от времени они вызывают болезни, но тот факт, что они присутствуют на протяжении всей нашей жизни, может указывать на то, что они в чем-то помогают нам. Интересно взгляднуть на то, как вирусы помогают нам в нашем геноме, в нашем ДНК. Геном человека имеет длину около 3,2 миллиарда оснований. Его последовательность была установлена у многих различных индивидов. Часть нашего генома состоит из повторяющихся элементов, называемых синусами и линиями. На самом деле, та часть нашего генома, которая кодирует белок, очень мала. Есть промежуточные последовательности, которые не кодируют белки и которые составляют большую часть нашего генома. Разные уникальные последовательности и гетерохроматин. Есть дубликанты ДНК, есть последовательность повторов и еще есть транспозоны ДНК. Это ДНК, которые прыгают вокруг. Но для настоящего обсуждения наиболее актуальным моментом являются ретротранспозоны, так называемые ЛТР. Это вирусные последовательности, которые являются частью нашей генетической информации. Можно видеть, что они составляют значительную часть ДНК, около 8 процентов нашего генома. Они являются результатом инфекций, которые происходили миллионы лет назад и остаются с нами с тех пор. И на самом деле некоторые из этих генов кодируют белки, которые помогают нам. Вирус дал нам свой ген много лет назад, который полезен для нас и сегодня. Поэтому мы действительно реально вирусны. Все эти вирусы, которые мы вдыхаем, едим, касаемся ежедневно, большую часть времени они не причиняют нам вреда. У нас есть иммунная система, которая может бороться с захватчиками, такими как вирусы и другие патогенные микроорганизмы, и избавиться от них, прежде чем они вызовут проблему. Только когда иммунная система ослаблена, может возникнуть проблема с вирусной инфекцией. Так, например, если у вас вирусная инфекция, такая как ВИЧ, которая вызывает иммунодефицит, другие вирусы будут вызывать проблемы. Если вы принимаете лекарства для подавления иммунитета, скажем, у вас была трансплантация органа, вы получаете лекарства, чтобы ваше тело не отклоняло орган, и теперь ваша иммунная система находится под угрозой. Вы не сможете бороться с маленькой вирусной инфекцией. Благодаря иммунной системе существует прекрасный баланс между вирусами, находящимися в нас, и не причиняющими болезни, и болезнетворными вирусами. Уже есть доказательства того, что многие вирусы полезны, и вот один из примеров этого. Это небольшой ДНК-вирус, называемый полиомовирусом, который, как кажется, заражает всех, начиная с молодого возраста и на протяжении всей жизни. Если индивид не страдает иммунодефицитом, этот вирус не причиняет вреда. Предполагается, что эти вирусы, вероятно, даже полезны, но пока этому нет доказательств. Одно очень важное обстоятельство, относящееся к полиомовирусу, состоит в том, что поскольку они передаются по наследству, они являются маркерами миграции человека. Так, например, известно, что люди произошли в Африке, а затем из Африки переехали в Европу, Азию, а затем и в Америку. Это модель миграции, которую можно определить, взглянув на последовательности человеческой ДНК. Если посмотреть на полиомовирусы, которые несут люди, можно прийти к такому же выводу, что люди произошли из Африки, а затем мигрировали в Европу. При дальнейшем отслеживании распространения полиомовируса можно увидеть, что затем люди попали в Австралию и в Австралазию, а затем в Северную и Южную Америку. Таково использование этого полезного вируса и, вероятно, существует еще больше того, что предстоит открыть.